Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и снова мы с вами увиделись. С вас, как всегда, лайки и подписка, ну а с нас новая порция анекдотов. Поехали! Инзер жил в частном доме, и вот у него поломался входной звонок. Он вывесил объявление. Звонок не работает, дразните собаку! Слышь, соседка, а ты не знаешь, что эта галька вторую неделю ходит такая счастливая? Ах! Ее мужа пчелы покусали, и довольно-таки удачно. Изя приехал к своему дому на такси, вышел из машины, стал шарить по карманам и бормочет себе под нос. Где же кошелек? По-моему, я его в такси выронил. Таксист услышал это, на глаза и уехал. Вот посмотрел след, говорит, Рабинович был прав, это работает. А вы слыхали, в Одессе открылся новый магазин ритуальных услуг. Ну, как сейчас принято говорить, шоп. Хозяин так и его назвал. Шоп, ты сдох. Пришел клиент к доктору, жалуется, что его жена сошла с ума. И доктор обращается к нему, говорит, хорошо, хорошо. А расскажите мне подробнее, как все-таки это произошло, что она сошла с ума? Да, доктор, знаете, поехали мы в горы, а там прекрасное эхо. Ну, а моя жена привыкла, что последнее слово всегда за ней. Прикинь, я сегодня два часа собирал все улики, окурки, просмотрел журнал звонков, сообщения, которые могли бы мне помочь открыть истину. Но так и не понял, как я вчера домой попал. Клянешься ли ты говорить правду, только правду и ничего, кроме правды, клянусь? Ну, теперь рассказывай. Ты мне изменял? Киев – столица Украины. Коля, а ты куда собрался? Дорогая, иду покупать себе удочку. Подожди, зачем? У тебя 28 удочек, 15 спиннингов, 3 лодки, 4 ящика приманок разных, ваблеров. Зачем тебе? Ну, как зачем? Их ребята уже видели. Как не опаздывать на работу? Как высыпаться? Как бросить пить? Как бросить курить? Как удовлетворять жену? Как делать так, чтобы всем было хорошо? Читайте мою новую книгу. Никак, блядь. Никак, блядь. Теперь в твердом переплете. Муж жене говорит. Лена, вот объясни мне. У тебя что, музыкальное образование есть? Нет, а с чего ты взял? А чего ж ты мне тогда каждый день концерты устраиваешь, а? Объявление. Ищу работы сиделки. Есть опыт. Отсидела 15 лет. Жена говорит мужу. Коля, я не поняла. Ты что, уже позавтракал? Что ты, дорогая? Ни капли. Моня, ну что ты постоянно лежишь вот это на своем диване? Пришел бы мне, помог готовить. Ой, Роза, что тебе тут помочь? Что тебе помочь? Ну вот, возьми овощи, нарежь мне на салат. А, ну давай. Скажи, а горошек на две части резать или на четыре? Фу. От тебя прям воняет сексом и другими бабами. Ты что, мне изменял? Ну что ты, дорогая? Нет, конечно. Это друзья трахались. Я просто рядом стоял. Яков Соломонович, а вот скажите мне, вы знаете за эту скульптуру Родена, ну, вмислитель? Ну да, знаю. У меня вопрос. Что за вопрос, Фима? О чем может думать голый мужчина? Ну как о чем, Фима? Ну, о бабе с веслом. Галя, а что ты делаешь сегодня вечером? Я свободна. Ну так займись делом. А вот знаете, только после того, как оплатил все коммунальные услуги по ЖКХ, понимаешь, в какой шикарной квартире я живу. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, что у вас? Ой, доктор, у меня послеродовая депрессия. Подождите, ну вы же как бы не рожали, но я же родился. Салечка, вы слышали? Что такое? Вчера Софочку увезли в больницу со страшным отравлением. Что вы говорите? Она что, себе язык прикусила? Да, это Фима, да, это Фима. Скажите, а что вы мне можете сказать за МММ? Это же самая большая пирамида. Ой, Сеня, не смешите мне мозг. Самая большая пирамида – это пенсионный фонд. Вот, вкладывают все, а получают выжившие. Во. Фимочка, ты уже взрослый мальчик. Ты уже не заправляешь пиджачок у штанишки, а колоши штанов у носочки. Ты уже самостоятельный мужчина. И ты уже можешь проводить свой досуг не только с мамой, а и с другими людьми. Ну вот запомни, что некоторые люди дуры. Жена мужик говорит, Витька, а давай сегодня с тобой ужасы посмотрим. Ну ладно, иди смывай свою косметику. В аптеку заходит мужчина, обращается к провизору. Будьте любезны, дайте мне, пожалуйста, Виагру. Ой, простите, пожалуйста, Виагри в нас нет. Вот, возьмите растишку. Ну вот на сегодня и все. Поэтому будьте здоровы, живите богато, пока. Ну а тем, кто подписался и нажал на колокольчик, до завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова